Комсомол Задачи стояли следующего плана. Нужно было заниматься воспитанием комсомольцев и подрастающего поколения. Нужно было заниматься теми трудовыми проблемами, подвигами, за которые отвечал и нес ответственность также комсомол. Нужно было заниматься военно-патриотическим воспитанием, нужно было оказывать любую помощь и отвечать на запросы общества, которые ставило перед нами в тот период Коммунистической партии Советского Союза. Организация была большая на тот момент? Да, организация была очень большая. Она была свыше 30 тысяч комсомольцев, которые были на тот период в железнодорожном районе. Если разделить школьники, молодежь постарше... Основная, конечно, это была рабочая молодежь. Комсомольцы по рабочей молодежи. Это Ульяновское отделение дороги, моторный завод, кошкомбинат, фабрика КИМ, кондитерская фабрика, Волжанка, авторем завод. Ну, то есть все те первичные комсомольские организации, которые в тот период были. Я должен сказать, что в тот период в районе было более 250 промышленных организаций. Можно ли сегодня вернуть в том виде, может, в видоизмененном виде организацию? И нужно ли? Я полагаю, что в том виде, в котором было вернуть нельзя, потому что сейчас совершенно другая социально-экономическая формация, сейчас совершенно другие подходы к жизненным критериям, к жизненным устоям. Но все то хорошее, что было накоплено предыдущим поколениям комсомольцам, можно взять сюда. В фойе первого этажа администрации, где проходила фотовыставка, ярко демонстрирующая этапы комсомольского пути, ветераны комсомола делились своими воспоминаниями. Проработала на мебельной фабрике 40 лет. Пришла в 60-м году, после десятилетки. Была я очень активная. Мы нас куда только не посылали, куда только нас не завлекали, мы все. И вот это был у нас такой товарищ, мы стреляли из воздушки. И мне даже где-то была грамота. Ездили в колхозы. И в колхозы, и везде только чем. На морковку, на капусту. И пололи, и рыхлили, и собирали. Все делали всем. Торжественное собрание началось с вноса флага в ЛКСМ, живого свидетеля расцвета комсомола. После распада Советского Союза, а с ним и комсомольской организации, его флаг бережно хранили. Участников праздника поздравил глава администрации района Владимир Трофимов. Хочу вас всех поздравить с этим праздником. Кто был комсомольцем? Кто не был комсомольцем, но у него были бабушки, дедушки, прабабушки, которые были в комсомоле, которые хранят эти билеты, хранят эти значки, которые гордятся, что они были в комсомоле. Поэтому всем вам удачи, счастья. А молодому поколению надо стремиться, надо создавать такие общественные организации, потому что только выведение силы. Песни комсомольских лет, исполненные ребятами из ансабля «Соловушка», затронули самые глубокие чувства каждого из присутствующих в зале. Ведь слова из этих песен когда-то вдохновляли комсомольцев на подвиги. Совершение добрых дел сплачивали молодежь в одну огромную организацию под названием «Комсомол». Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды.